Добрый день, я Сергей Дашков и я занимаюсь кофейней Даблби. Это сложная история, мое образование Московский физико-технический институт. Я по образованию генный инженер, вы удивитесь. Бизнесов у меня очень много, Даблби всего-навсего один из, и попал я в него довольно случайно, как и все в моей жизни. Но я полюбил его, и я вполне счастлив быть счастливым владельцем компании Даблби. Я считаю, что French Camp это очень интересная история, очень интересная задумка. Там целых три, я бы так назвал, вокстрима, как это сказать по-русски, три направления деятельности, три воронки, которые должны слиться в один крутой проект. Первое, это люди, которые готовы своими руками работать и строить франшизы, то есть это такое зарождение предпринимателей, связанное с обучением, там есть некие процедуры. Вторая вещь, это отбор франшиз, которые должны соединиться с этими предпринимателями, и вот здесь как раз участвует Даблби, а почему бы нам не поучаствовать, мы хорошая франшиза, франшиза нуждается в людях, и нам очень нравится то, что делает French Camp. Ну и третья составляющая, это привлечение инвестиций, потому что требует развития, требует капиталовложения, поэтому модель очень интересная, модель очень сложная. Я буду абсолютно счастлив, если у коллег из French Camp это все получится, и мы, как одна из компонентов этого стрима, будем помогать, и чем можем, нам очень нравится. Ошибки — это, безусловно, важная и неизбежная часть обучения. Вообще успешные люди, самая общая характеристика — это не они умные, или они мудрые, или они коммуникабельные, они очень энергичные. Будучи энергичными, ты делаешь какие-то вещи, иногда пробуешь разные вещи, иногда ошибаешься. Например, если говорить про Даблби, одна из последних ошибок, которые мы сделали Даблби, мы в 21-м году решили делать ресторан. Я не понимаю, что это ошибка, но если бы я знал, что начнется специальная военная операция, я бы не стал бы это делать, потому что сейчас они раскручиваются примерно раза в два или в три тяжелее, чем это было до спецоперации, много людей уехало. И, ну, у нас есть две точки, и одна из них, прям мы уже выдохнули буквально два месяца назад, она выживает, а вторая точка — я боюсь, что она умрет. Даблби — это компания, которая постоянно себя переизобретает. Мы делаем очень много нового, как я вам сказал, мы делаем рестораны, мы делаем новые форматы, мы даже изобрели новый в мире, лучший в мире кофейный аппарат, кофейный вендинг. Сейчас первый аппарат поехал в ВТБ, в Москов-Сити, в отделение, можете прийти бы на него посмотреть, буквально вчера поставили. Даблби может делать все, что угодно, но в основе любых экспериментов Даблби наша ДНК — это прекрасная чашка кофе от Даблби, и люди, которые, собственно, эту чашку делают таковой. Надо искать людей увлеченных. Когда я приходил к управлению Даблби в 2019 году, я видел очень много увлеченных людей. Они, может быть, мало понимали про бизнес, но я видел эту страсть к хорошей чашке кофе. И это самое главное. Вообще, я считаю, что в 21 веке только при помощи замечательных продуктов ты можешь завоевывать сильные позиции на рынке и опережать конкуренции. Поэтому мы очень концентрируемся на развитии своих продуктов. Очень внимательно считать и очень внимательно получать обратную связь с рынком. Ты делаешь какой-то продукт, ты открываешь новую точку, ты делаешь какую-то продуктовую фичу, ты должен знать ее себестоимость, ты должен понимать, сколько ты тратишь на лиды генерации, ты должен понимать, какую ты зарабатываешь операционную прибыль на этой вещи, и ты должен пробовать, да, ошибаться. И ты должен делать две вещи. Видеть там, где продукт летит, там, где хорошие цифры, их надо развивать, а там, где цифры не очень хорошие, их надо закрывать. Есть замечательное выражение Уинста Черчилля, моего любимого, про политика. Это человек, который, не теряя энтузиазма, двигается от одного поражения к другому. Вот, наверное, к предпринимателю это тоже относится. Франшизы – это же самая простая штука для того, чтобы стать предпринимателем. Ты приходишь, ты с одной стороны предприниматель, а с другой стороны ты окружен заботой управляющей компании, которая тебе дает бизнес-идею, концепцию, бренд, операционные фреймворки. И это очень хороший способ начать. Мы даже придумали для таких латентных предпринимателей, которым хотелось бы сделать такую штуку, как пассивная франшиза. То есть, я считаю, что это довольно интересная вещь. Мы ее наказдевили, общаясь со своими франчайзи, спрашивали, что можно с вами сделать, чтобы вы открыли еще одну точку. У вас же есть одна точка, вы довольны, в принципе, доволен. Но вот ремонт, стройка, неохота заниматься этим всем. Давай, мы за тебя это все будем делать. Давай, откроешь точку? Открою. Говорим, ну вот мы даем свою управляющую команду, мы можем это делать только в Москве. И радостно открываем точки, и через какое-то время точки становятся прибыльными. И мы эту пассивную франшизу переводим в активную, и франчайзи становится активным человеком. Так что у нас есть такой очень плавный, медленный, постепенный вход в предпринимательство с нашей помощью. Приходите в DoubleB и становитесь предпринимателем. Ну, а не надо бояться от чего тут. Здесь хорошо, классно, угощают хорошим кофем, интересные спикеры. Вот сейчас я смотрю, несколько моих друзей на панели мелькает. Сейчас меня повезут на панели уступать, я могу интересно рассказывать. Могу про кофе, могу про разные вещи рассказать. Поэтому не надо бояться, приходите.